И носки, и обувь, и все пауэрбанки, и компьютер. Я готова платить деньги все время за это. Если я подклют это, то деньги заберет он. Собственно, только вот. Это не прям кусочек цивилизации. Как бы там ни говорили, даже самые богатые регионы по типу ЮАРа, это далеко не то, к чему мы привыкли. Кстати, в бизнес-зал мы попали по карточке Тинькофф Премиум, которая, собственно, дает еще в подарок ежегодное страхование до пятерых человек. И это оказалось выгоднее, нежели оформлять отдельно страховку на каждого из людей, да и в подарок, получив доступ к бизнес-залу и другим привилегиям. В общем, на самом деле, мы как-то быстро прошли этот таможенник, потому что больше 100 людей жаловались про то, что, ну, не знаю, это как-то сложно и мучительно там расспрашивают. Вот. Но все оказалось куда прозаичнее. Ну, то есть ты меня снимаешь? Да. Ну, на регистрации только спросили насчет ракеты, мы показали распечатку, она сказала, что все окей, и отправила багаж сразу в Сеул. Вот. Также мы спросили, что нас посадили вместе и в боковой Э, где только два кресла, и вроде как нас все-таки туда и посадить. Поэтому это вообще фантастика. С посадкой, да? Да. Офигеть. Сколько мест у Ланок. Обалдеть. В общем, тут получается куча места для Ланок, то есть я вообще спокойно умещаюсь. Кармашки. Вот эта вот штука, зарядка. А кто там снимает, скажи? Конечно. Ты его вытаскиваешь, и у тебя геймпад. В общем, мы просто в каком-то космическом шоке от того, насколько этот продвинутый самолет. Вот, кстати, зарядка. В общем, реально просто, просто офигеть. Сейчас я покажу, что тут. Дети вы можете, потому что там умереть, вот эти. Для детей. Ну, он такой маленький, но... В общем, первый вижу, что пораздали подушки, причем еще и брендированные. Кстати, вон, ты права, смотри. China Eastern тот же, только... Истури и кручь. В общем, нам уже принесли еду. Плохая. Очень вкусная. Прямо волокна. Мы, на самом деле, впервые, когда вот я вижу, чтобы кусок говядины давали, чтобы прям вот такой. И еще кока-кау. Причем на выбор, с альдом либо без. Тоже впервые. Нам еще дают такие вот принадости. Ну, вообще полный шик. В общем, самое, что для нас было удивительно, это то, что кормили нас два раза, и почему это были полноценные разы. Ну, как бы и первое, и второе. В лице там десерта какого-либо, еще и круассаны, еще и напитков. Ну, для меня это, конечно, было шок, тем более в эконом-классе. Итак, всем добрые, мои дорогие подвесчики. И сейчас... В общем, нас уже второй раз кормят. Мы ей сейчас немного в шоке. Это скрэмбл? Да. Ого, показывай, что у тебя. У меня... Как будто бы у меня лапша с... Ого, лапша сгонялась. Ого, офигенно. Лапша сгонялась. Причина, по которой не была записана посадка, заключалась лишь в том, что на улице за окном был просто какой-то дикий ливень. Я предполагал, что мы, вероятно, либо пойдем на второй круг, либо же просто-напросто не сядем в этом аэропорту, потому что, ну, буквально уже было 500 метров, как только появилась земля. Потом мы оказались в очереди, то есть никто не работал еще в это время в аэропорту, и мы оказались в первой группе, поэтому пришлось подождать вот на такой таможне. В общем, это был просто какой-то нереальный досмотр вообще всего. Абсолютно. И ноги, и носки, и обувь, и все пауэрбанки, и компьютер. И по несколько раз конкретно меня проверили. Это я впервые такое вижу, даже в Израиле такого не было. А уж, поверьте, я не знаю, сравнивать с Израилем что-либо, это достаточно сильное разъявление. Аэропорт выглядит просто шикарно. Он, ну, прям, дигантский. И тут никого еще нет в столь раннее время. В общем, сидим, уже отдыхаем. С этим Wi-Fi никуда нельзя зайти. Ну, мне даже Wi-Fi не берут. Ну, да. Ну, конечно же, вот это антибликовое стекло, где ничего не видно буквально с 15 градусов. Только iMessage грузится, слава богу. Ну, даже iMessage не грузит. Ну, у меня уже тоже ничего не грузит. Детокс. Цифровой привез ее, наконец-то, от этих вот инстаграмов пиндоских отдыхает. От сервиса в Google. От цивилизации. Я уважаю Си Цзиньпина. Где моя посылка с Алиэкспресс? Вон Тейс. Осьми, поти. Привет, друзья. Сейчас мы с вами находимся в порту Пекина. Именно сегодня мы с вами решим, кто будет бедствовать, а кто окажется золотой карт. Попросы вам в наш золотой карт фонда. Если выпадет вот эта страна, то деньги останутся у меня. Если выпадет вот эта, то деньги заберет он. Итак. Конечно же я победила. Ну вообще-то не самая плохая погода, чтобы вот не пускать. Офигенно. Ой. Ай, больно. Что стопает. Социальный рейтинг понижен. А в общем, это магазин без кассиров. Вот тут сам. Это Кока-Кола. Да? С клубникой. И это Кока-Кола. Да. Сейчас посмотрим. Смотри, какие мороженые. А это случайно не этот? Мотти. Мотти? Нет. А это его попа? А? Это? Кто это? Не знаю. Но, наверное, BTS. BTS Корея. Смотри, Лейс, непонятно с каким вкусом. Ой, Алис, там есть мужчина, оказывается. Офигеть. В общем, мы просто максимально быстро прошли таможню. А вот, кстати, цирку. Сейчас мы купим Те-карту. Здесь уже сразу видны телевизоры Samsung. Все Samsung. Куча бойскаутов. И аэропорт просто невероятно крутой. В общем, купили мы такие карточки. Болись такая. Аэропорт еще продолжается. И выглядит он просто гигантски. В общем, это станция экспресса. Выглядит она просто монументально. Да? Да. В общем, мы сидим в экспресс. Выглядит тут в целом просто как обычный поезд, где у каждого просто свое место. В общем, кака-то. В общем, мы уже добираемся на метро. В целом, все пока очень очевидно, понятно. Ну, кроме входа. Он просто незаметно так стоял. Пришлось просить. Выглядит пока все очень антистично. Вообще фантастика. Какие мужики. В общем, отель. Вот такой вот у нас. Ну, в целом было ожидаемо. Но проблема в том, что это стоило 44 тысячи. В Дубае мы, конечно, за эти деньги бы просто жили в Неваскребе. Но... Иди. Ой, сейчас. Такой. Он аутентичный. Ага, интересная система заседания. Окей. Первые эмоции, конечно, вообще просто нереальные. Как будто в другом мире находимся. Это какие-то... Вау. Если честно, у нас уже нет больше сил гулять. Время 9 вечера. От нас нет, надо пить за днем. Но дело в том, что у нас получается больше полутора суток день идет. Жесть. Мы сейчас зайдем в магазин за какой-нибудь вкусняшкой. И пойдем к дому ложиться отдыхать, чтобы завтра утром встать пораньше и пойти по нашему плану, который в аэропорту, кстати, не спроси. Ну, слава богу. Слава богу. Очень колоритные улочки. Все что-то фантастическое. Да. Курочка. Ну, если это военная курица у тебя была, то вот это-то что? Это корн-доги. По-сосиски. По-сосиски. 207 миллиметров. На улице просто неимоверно тепло. Там... Ну... Мы идем в Толсток просто потому, что не знали, что тут очень тепло будет. Мы пробуем печеньку, которую давали в самолете. Похоже на тук. Зашли сейчас в магазин. Товары на любой вкус. На любой кошелек. Похоже на детское печенье. Только... Немного... Короче, тук, но детское печенье. Да. Девачу поча нудола. Вот прям вот тут. В общем, мы пошли уже гулять. Смотрим, что тут есть. Вот прям в ближайшем же магазине. Мишка. Получается, такие корейские непонятные еще штуки. А, я же забыла, что здесь нет мусора. Вот такой ролл. Я держу. А он порез на кусочки. Ого! Мы гуляли еще так минут 30. И потом уже начали возвращаться в отель. Потому что уже были адово уставшие. И... Поэтому здесь всего пару видео. И продолжение уже будет в следующих видосах. Продолжение следует...